Здравствуйте! Вы смотрите Обратную связь, проект канал ОРТ, который позволяет вам, зрителям и нам, журналистам, получить ответы на самые острые, важные и сложные вопросы. Сегодня говорим о выборах. Я напомню, уже завтра откроются избирательные участки. У нас будет три дня на то, чтобы решить, кто же станет принимать законы в нашей стране и области в ближайшие годы. Вы тоже можете стать участниками нашего обсуждения, можете задать вопрос или высказать мнение. Напомню, мы работаем в прямом эфире. Вам нужно просто позвонить по номеру 8 800 257 01. Звонок бесплатный. Единственное, я хочу напомнить, что до голосования остались считанные часы, поэтому любая агитация запрещена. И тех, кто будет звонить в эфир, я очень прошу не называть политические партии и не призывать к голосованию за кого-то конкретного. Большая чаюческая просьба. Самое время представить нашу гостью сегодня. Это председатель избирательной комиссии Оренбургской области Евгения Владимировна Явлева. Спасибо вам большое, что я так понимаю, что у вас сейчас прямо врал и найти время было довольно сложно. Спасибо, Елена, за приглашение. Тем не менее, мы всегда открыты. И для нас это еще один повод рассказать о том, как избирательная система готова, не готова, на каком этапе к проведению голосования. Сегодня, наверное, такой максимально сложный день, потому что важно, чтобы все было, все работало. Да, сегодня такой день подготовительный. Все участковые избирательные комиссии получили бюллетени. Сегодня они готовят помещения для голосования, расстанавливают стенды, развешивают информационные материалы, готовят сами бюллетени, потому что именно члены участковые избирательные комиссии правом решающего голоса проставляют печати, ставят свои подписи. Ну, то есть для выдачи уже избирателям завтра в 8 утра откроются участки. Вот как раз мы попросили моего коллегу, оператора Оренбургского регионального телевидения Станислава Доминова, во время нашего эфира отправиться в один из избирательных участков. Коллеги, подскажите, пожалуйста, на связи ли у нас Станислав или нет? Можем ли мы узнать, что происходит сейчас? Сейчас. Коллеги, подсказываю, что буквально через минутку у нас будет подключение, да? А пока я предлагаю напомнить, сколько у нас участков всего по области. У нас 1683 постоянных избирательных участка, и мы в этом году открыли 17 временных избирательных участков, которые располагаются в 13 больницах, два в СИЗО, это город Оренбург и город Орск, один в аэропорту, и один временный участок мы создали в границах воинской части на Донгусском полигоне, где сейчас проходят учения. Слушайте, вот про больницы, конечно, это, то есть, такое веяние времени или, в общем, всегда? На самом деле, эта норма существовала всегда и давно, просто мы не прибегали к ней, потому что не жили в условиях пандемии, да? И мы второй год уже живем и голосуем в условиях распространения коронавируса, и, конечно, как и для медработников, так и для пациентов важно создать условия, в том числе... Возможности, по крайней мере, да? Да, для волеизъявления, потому что и медицинский персонал сейчас работает совершенно в другом режиме, да? И больных, к сожалению, много, поэтому вот решили пойти, потому что и обращались к нам главные врачи. Ну, вот как раз мы можем видеть моего коллегу, оператора Станислава Доминова. Станислав, добрый вечер, ты меня слышишь? Да, Елена, добрый вечер, я тебя прекрасно слышу. Расскажи, пожалуйста, где ты сейчас, какой это участок, ну и покажи, насколько там все уже оборудовано. Я сейчас на избирательном участке номер 1091 Дворец творчества детей и молодежи, областной Дворец творчества детей и молодежи, Неполиничка. Ну, скажу так, что здесь уже, наверное, уже практически все готово, за исключением только одной маленькой детали, не разлинованной еще полной направления движения людей. Все остальное здесь полностью готово. На входе меня, например, встретил в актерше, но завтра это уже будут, наверное, представители избирательной комиссии, которые будут проверять температуру, ну и указывать всем на наличие масок. Вот, самый избирательный участок находится на втором этаже. Увеличены формы протоколов, четыре штуки, над ними прям сразу три видеокамеры. На входе есть места для наблюдателей, везде ковидные меры, вот можно видеть здесь табличка «Соблюдай дистанция». И вот я сейчас подойду к месту, где будет производиться регистрация граждан, в выдаче бюллетеней. Вот, выглядит он так. На таком расстоянии будут сидеть избиратели. Само место оборудовано экраном защитным. Вот вам покажу. О, вижу. Здесь защитная маска, перчатки, индивидуальные ручки для каждого избирателя. Вот, собственно, сам участок. Там дальше видно само место присутствования. Кабины, да. Кабинки, да, видим. Трех человек. Здесь урна, которая пока одна, пока не запечатана, и, понятное дело, рядом уже в другом месте стоит дополнительный урн, на всякий случай. И здесь вот сейв. Это был сейв для хранения пакетов. Так, выборы все-таки не один день будут проходить. Каждый день после того, как будет заканчиваться голосование, все бюллетени будут убирать вот в такой вот сейв-пакет специальный. Слушайте, очень здорово. Я знаю, что рядом с тобой сейчас находится председатель избирательного участка. Добрый вечер, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, готовы ли уже через несколько часов начать работу? Конечно, участок подготовлен, все меры соблюдены, камеры настроены, члены УИК готовы к принятию избирателей. Все меры соблюдены. Мы ждем наших избирателей. Спасибо вам большое за работу. Станислав, спасибо огромное за этот рассказ. Я думаю, что, в общем, теперь мы уже продолжим говорить в студии. Я напомню, на связи с нашей студией из избирательного участка одного из был мой коллега, оператор Оренбургского регионального телевидения Станислав Доминов. Евгения Владимировна, вот такая подготовка в условиях пандемии. Насколько все-таки это сложно сделать? И действительно многие же говорят, и это часто можно услышать, о том, что все нельзя, а как выборы, так сразу можно. Вы знаете, жить в условиях пандемии, причем не один год, безусловно, это сложно и накладывает очень много ограничений на нас, на нашу деятельность, на наш быт. Но страна же не может останавливаться в своем развитии. Органы государственной власти должны формироваться, должны приниматься законы, то есть должен приниматься бюджет, реализовываться все проекты, которые запланированы. Поэтому, конечно, мы прикладываем массу усилий для того, чтобы избирателям было голосовать безопасно, легко, мобильно. Для этого вводится, помимо тех мер безопасности, которые в связи с ковидом нами предпринимаются, еще много цифровых сервисов вводится избирательными комиссиями в оборот, так сказать, даже в избирательный процесс, об этом мы тоже поговорим. Ну а что касается мер безопасности, в этом году именно избирательная комиссия Оренбургской области являлась, так скажем, главным распорядителем бюджетных средств, нам были выделены федеральные бюджетные средства на то, чтобы закупить маски, перчатки, на разовые ручки для наших избирателей, антисептик для обработки рук. Для членов комиссии мы закупили всю линейку продукции от экранов на стол, которые разграничивают там избирателей и члены комиссии, экранов для лица индивидуальных, халаты одноразовые, это в том числе для обеспечения выездного голосования, перчатки такие усиленные, латексные, скажем. Также и одноразовые маски медицинские, антисептик также для них, антисептик для обработки поверхности, каждые два часа будет вестись обработка, уборка, обработка всех поверхностей в помещении для голосования, термометрия на входе. Плюс в нашем регионе мы посчитали необходимым в целях исполнения рекомендаций Роспотребнадзора ввести на участках журнал самоконтроля здоровья. То есть в нем будут фиксироваться размеры температуры, членов участковых избирательных комиссий, наблюдателей, сотрудников правоохранительных органов регулярно, каждые 4 часа мы будем фиксировать, смотреть, для того, чтобы не допустить возникновения заболеваний на участке. О том, как все-таки мы можем голосовать. Дело в том, что за последние недели, много общаясь с оренбуржцами, делая разные опросы, в общем, выезжая на улицы, мы поняли, может быть, мы не правы, вы нас поправите, что не все понимают, вот трехдневное голосование, это как, это когда голосовать, это где голосовать. То есть давайте еще раз напомним, да, в какие дни можно голосовать, в какое время, вот чтобы все было понятно. Да, трехдневное голосование, это ни в коем случае не дополнительное, не досрочное голосование. Это основное голосование, но по решению ЦИК России, как комиссии, организующей выборы, с учетом того, что продолжается пандемия в стране, и то, что законодателям сейчас это разрешено, принимать такие решения, было принято как раз вот это решение о проведении трехдневного голосования. Основной день голосования, то есть единый день голосования, в соответствии с законодательством, это воскресенье, да, на выбор депутата Государственной Думы, третье воскресенье сентября. Соответственно, все те выборы, которые проводятся регионального уровня, муниципального, они также проводятся в это третье воскресенье вместе с Госдумой. Но ЦИК принял решение, что мы будем голосовать на этих выборах три дня, поэтому 17-го, 18-го, это тоже полноценные дни. Да, все три дня с 8 утра до 20 часов вечера работают в избирательной участке, и можно приходить голосовать. Еще один момент, который, может быть, не до конца пока понятен, потому что это одно из новшеств, да, что, в общем, стало легче голосовать не по месту, так скажем, прописки. Да, не по месту прописки. Как вот это сделать? Можно ли это сделать сейчас еще? Или уже все, поздно пить боржоми? Да, с 2018 года в стране введена такая мера, называется мобильный избиратель. Почему мобильный? Да, потому что легко в любом месте с помощью электронных сервисов, через любую избирательную комиссию, даже не обязательно быть по адресу своего места жительства, подать соответствующее заявление о голосовании по месту нахождения, то есть на том избирательном участке, где ты точно знаешь, будешь находиться в дни голосования. Вот, и поэтому называется мобильный избиратель. До этого у нас были открепительные удостоверения, и это был бумажный носитель, первое, и второе... Ну, фактически, да, вот, чтобы было совсем понятно, да, если я, допустим, раньше хотела, ну, допустим, грубо, я живу в Оренбурге на улице Маршала Жукова, да, я на день выборов, да, я уезжала, я не знаю, отдыхать в Бузулукский борт, ну, грубо говоря, да, мне нужно было заранее... Прийти на свой участок. Прийти на свой участок, взять бумажку открепительную, а потом уже радостно ехать в борт. Теперь как? Теперь это можно сделать, практически не выходя из дома, через портал госуслуги, если у вас личные аккаунты есть, подать соответствующее заявление, выбрать участок. Главное знать, какой участок. Даже если ты не знаешь, какой номер участка, можно воспользоваться цифровым сервисом и хотя бы по адресу приблизительно найти, что это за участок. Не можешь так воспользоваться, можно позвонить на горячую линию, то есть везде окажутся консультационную помощь. Это через госуслуги. Можно прийти в любую территориальную избирательную комиссию, где бы ты ни находился, в любую участковую избирательную комиссию, в МФЦ. То есть МФЦ наш такой посредник передачи услуги, который точно так же оформляет это заявление. И заявление, оно одно по сути. То есть о том, что ты выбираешь участок, подаешь его, и тебе приходит уведомление, что вот ты там голосовываешь. Смотрите, а можно это сделать? Ну вот опять вот эта же схема, да? То есть я, Рим Боржи, живу на Маршала Жукова, нахожусь в Бузулуке возле Бор. Я могу доехать до ближайшего населенного пункта, вот все эти три дня, понятно, с паспортом, сообщить, ребят, я хочу проголосовать у вас. Уже нет. Уже нет, да? Потому что есть определенный период подачи заявлений. Со 2 августа он у нас стартовал, и 13 сентября был последний день, когда можно было подать. То есть пока больше уже? Ну я объясню, для чего такой срок. Потому что нужно еще сформировать списки избирателей. Во-первых, на том участке, где вы живете по месту регистрации, вы будете исключены из списка. Это один реестр, да, сформировать нужно через систему ГАЗ-выборы. Ну и, соответственно, включить у вас список избирателей по месту нахождения, куда вы определились. Для этого нужно время. Поэтому и определенные сроки были такие, что 13 сентября был последний день. То есть, резюмируя еще раз, да, вот уже на сегодняшний день, те, кто взял открепительные, голосуют там, где, в общем... Прикрепились. Да, теперь, да. Те, кто не брал, голосуют по месту своего жительства. По месту своего жительства, да. И на это у нас есть 3 дня. То есть пятница, суббота, воскресенье. Более того, я могу сказать, что если по каким-то причинам избиратель, ну, у него отпала необходимость голосовать по месту нахождения, куда он прикрепился, и он находится в границах своего участка по месту регистрации, он может прийти на участок. Единственное, комиссия проверит, не проголосовал ли избиратель на том участке, куда прикрепился. Если нет, его включают в дополнительный список, обратно на свой же участок, сообщают в ту комиссию, и все. То есть человек не лишен права проголосовать даже на своем участке, даже при подаче заявлений. Смотрите, а если брать те дополнительные участки, да, то есть которые у нас в больницах, в СИЗО и так далее, там списки тоже формируются заранее? Ну, ведь, грубо говоря, я могла попасть в, так скажем, больницу вчера или позавчера? Да, списки формируются не позднее, чем за три дня до первого дня голосования, передаются, например, главным врачом этой больницы в эту участковую избирательную комиссию, это что касается больных, которые проходят лечение. Вот, для них это будет место временного пребывания, и, соответственно, они проголосуют по всем видам выборов, независимо от того, что их место регистрации в другом округе, например, да, в другом месте. Вот, плюс, учитывая, что мы пошли через создание именно участка, и медперсонал также может воспользоваться правом мобильного избирателя, ну, мог, и прикрепиться на свой временный участок и проголосовать, ну, так скажем, по месту работы уже практически, да, на своем месте во время работы, выбрать несколько минут и зайти на участок. Насколько вообще оренбуржцы активно пользуются вот этой возможностью голосовать, не будучи привязанным к месту вот этого штампа? Ну, вы знаете, мы в этом году наблюдаем достаточно высокий спрос этой услуги, потому что три дня, ну, понятно, что избиратель выбирает для себя удобное время для голосования, особенно, когда оно несколько дней, да, в том числе, например, в пятницу проголосовать, а в субботу, в воскресенье заняться своими делами, там, уехать куда-то, да, и не принимать участие в голосовании, или наоборот, в субботу и так далее. Поэтому очень многие выбрали этот способ те, которые работают в пятницу, в субботу и прикрепились около места своей работы, им удобно, они могут дойти, если это там после работы смена и до смены. Да, то есть, от таких избирателей был большой интерес. У нас, мы замечаем достаточное количество из других субъектов, которые к нам прикрепились, видимо, работают здесь. Ну, то есть, это та ситуация, да. То есть, в общем-то, это нужное дело, и Оренбургский... Я считаю, что это дополнительная возможность реализовать свое право на воле заявления. Мы вынуждены прерваться буквально на одну минуту, после вернемся в студию и продолжим говорить о выборах, которые, я напомню, стартуют уже, ну, практически через 12 часов. В общем и целом, не переключайтесь. Мы снова в студии «Обратной связи». Я напомню, сегодня говорим о предстоящих выборах депутатов Государственной Думы и Законодательного собрания, которые стартуют уже завтра, то есть, через 12 часов, в 8 утра, пятницы, и будут длиться до 8 часов вечера, в воскресенье, то есть, три дня. Вы можете задавать ваши вопросы, высказывать ваше мнение. Звоните по номеру 8 800 257 01. Звонок бесплатный. В нашей студии председатель избирательной комиссии Оренбургской области Евгения Владимировна Ивлева. И вот я предлагаю забежать немного вперед и поговорить о том, как голоса будут считать, и как, в общем, мы все будем контролировать легитимность выборов. Коллеги, может быть, мы покажем УИКИ сейчас, если можно. Давайте запустим картинку. Вот когда не так давно приезжал в Оренбургскую область член федеральной, центральной и избирательной комиссии, он говорил, что Оренбург же на третьем месте по количеству УИКов, то есть, на первом Москва, на втором Московской области, если я правильно помню, а вот на третьем Оренбург. По количеству КАИП, да. Ой, КАИП, простите меня, пожалуйста. Комисс обработки избирательной бюллетени, это такой, скажем, электронный ящик для голосования, который сканирует бюллетень и, собственно, запоминает результат голосования, так скажем, но не выдает его до окончания голосования. Насколько это нужно, насколько это важно сейчас, насколько в Оренбургской области, вот в количественном отношении, насколько у нас много этих КАИПов, и самое главное, где они, только ли в Оренбурге или, в общем, заморочились? Мы, на самом деле, воспользовались, так скажем, нашим третьим местом по стране. 413 комплексов мы в наличии имеем. Несмотря на то, что инструкция по использованию КАИП предусматривает наличие резерва КАИП для того, чтобы вдруг поломка не включилась, это же все-таки машина. Но, тем не менее, мы пошли, так скажем, на риск и распределили все 413 комплексов. Один комплекс состоит из двух ящиков, из двух КАИП. Все эти 413 комплексов находятся в наших 12 городах Оренбургской, области, и 3 КАИП у нас в Оренбургском районе. Ну, у нас крупный муниципальный район в пригородах, так скажем. Соответственно, мы расширили в этом году географию использования КАИП. Если раньше мы сосредотачивали КАИП только в крупных городах, административный центр Оренбурга, Орск, Новотроицк, Бузулук, то сейчас от Абдулина до Ясного будут использоваться КАИП. Конечно, не на всех избирательных участках, только на крупных. 50% избирателей проживают на этих участках и смогут воспользоваться голосованием через КАИП. Вот действительно ли доверие к, так скажем, автоматическому подсчету, оно как-то больше, нежели к людям, которые считают? Ну, однозначно мы фиксируем больший уровень доверия к комплексу обработки избирательных бюллетеней, ну, хотя бы потому, что здесь совершенно исключаются человеческие факторы, ошибки, да, и люди почему-то больше доверяют, вот он запомнил, да, вот там где-то в его устройстве мой голос, и действительно уже ничего нельзя сделать, я просто сейчас, наверное, буду развеивать мифы о том, что можно снять эту, как мы называем, голову КАИПа, в этот ящик обычно залезть, там что-то с бюллетенями сделать, но на самом деле можно, конечно, это сделать, но это ни к чему не приведет, потому что все бюллетени уже просканированы устройством и содержатся в его специальных кодах. То есть, фактически, он считывает в тот момент, когда бюллетени опускают. Да, да, да. В этом году, кстати, у нас особенность, мы используем КАИП все три дня голосования, это впервые, раньше они все были запрограммированы только на один день, вспомните, прошлый год, и голосование по Конституции у нас 7 дней длилось, но мы использовали его только в воскресенье, 1 июля. И в Оренбурге у нас тоже было трехдневное голосование на выборах в городской совет, тоже один день. Вот теперь они все перепрограммированы, на три дня работы и завтра они уже начнут работать. Еще одно такое ноу-хау, да, вот коллега мой говорил уже, и, в общем, мы об этом тоже раньше говорили, что теперь участки оборудованы, ну, часть участков оборудована еще и системой видеонаблюдения. Как выбирали те участки, где ставить камеры, как стоят камеры, да, и что они видят фактически? На самом деле выбирать их было просто, у нас один критерий, это крупные избирательные участки по области, их у нас 550 из 1683 участков, порядка 62% избирателей проживают в границах этих избирательных участков. Ну, есть определенные критерии, по которым, в том числе, ЦИК России отбирает это количество, у нас их получилось 550. Уже все камеры смонтированы, в комплекс входят две камеры. Евгений Владимирович, простите, я вас прерву, коллеги подсказывают, что у нас есть звонок. Добрый вечер, вы в эфире, говорите, пожалуйста. Добрый вечер. Добрый вечер. У меня вопрос такой к вам. А вы не скажете, чем отличается вот КАИП ваш от игрового автомата, который стояли раньше у нас, помните, однорогие бандиты? А почему вам они кажутся похожими? Подскажите, пожалуйста, почему у вас возникла такая вот аналогия? А потому что их можно перепрограммировать, было эти автоматы. И вы считаете, что можно было перепрограммировать КАИБы, да? Да, конечно, можно. Если можно было, те машины было, а почему бы быть вот эти нельзя? Подскажите, пожалуйста, а вы лично кому больше верите? Людям, которые считают голоса или КАИБам? Однодневное голосование, как было раньше, и всегда, и во всем мире. А почему лучше, вот, однодневное? Вы знаете, я человек советский, и мы привыкли, что выборы всегда были по воскресеньям, и это был как праздник. А сейчас растянули на три дня, и получается, ну... Праздника нет, да? Да не в том, что праздника нет. Вот сейчас вот даже свадьбу не играют. Вот, раньше два дня играли, а сейчас один день, там, пять часов. Ага, сняли кафе, и все. Спасибо вам большое за ваше мнение, спасибо большое. Евгения Возимовна, ответьте, можно ли перепрограммировать КАИБ? Ну, нет, конечно, это невозможно. Там есть специальные ключи, электронные ключи. Это как система защиты блокчейн, то есть я не совсем специалист вот в информационных таких вещах, IT-технологиях, но заверяю вас, что невозможно влезть в программу. То есть, по крайней мере, на уровне вот конкретного участка, да? Нет, конечно. То есть никто там ему мозги не может перепрошить, да? Нет. Так вот, мы уже начали говорить про видеокамеры, да? Я предлагаю посмотреть короткий видеоматериал. Наши коллеги буквально вчера сняли такой сюжет о том, как готовится, значит, вот этот центр видеонаблюдения, где можно будет следить все три дня за выборами. Давайте посмотрим его. Видеопанель «Места для избирателей» в центре общественного наблюдения. Оренбуржцы смогут смотреть за выборами депутатов Государственной Думы Российской Федерации по всему региону. Один щелчок и все участки области как на ладони. Трансляция избирательного процесса пройдет с 17 по 19 сентября в круглосуточном режиме. Ее продолжительность более 70 часов. Уже завершен монтаж видеопанели. Это не единственное место, где будут наблюдать за избирательным процессом в онлайн-режиме в этом году. Есть и площадка для работы по специальным аккаунтам. Она предусмотрена для отдельных лиц. Здесь представители политических партий, кандидаты, которые планируют стать депутатами законодательного собрания, в том числе Оренбуржской области, эксперты. Здесь уже непосредственно человек перед монитором смотрит и совершит более детальное видеонаблюдение. Одновременно в центре смогут разместиться не менее 80 человек. Так, всего видеонаблюдением на выборах будет охвачено не менее 62% избирателей региона. Кроме того, в дни выборов на этом месте будут работать юристы и специалисты ситуационного центра. Чтобы присоединиться к ним, необходимо подать заявку по телефону горячей линии или электронной почте. Локация будет открыта и в день подведения итогов 20 сентября. Я думаю, что нужно поправить, что все-таки 60% избирателей, которые живут в этих участках. Понятно, что явку мы сейчас не скажем, не спрогнозируем, но для 62% доступны участки, оборудованные видеонаблюдением. То есть, получается, выбрали самые большие участки, туда загнали видеокамеры, и они будут показывать сигнал все трое суток, не выключаясь? Или все-таки будут выключать? Нет, нет, нет. Все, во-первых, это онлайн-трансляция в интернет, и наблюдение ведется и день, и ночь. И прекращается тогда, когда подписывается протокол участковой избирательной комиссии. Вот что видит эта камера? То есть, она видит, в общем, зал, да? Да, одна камера направлена на общее помещение, где видны и кабины для голосования, как работают члены комиссии, где работают наблюдатели. То есть, вот все помещение. Другая камера, она больше направлена на то место, где хранится избирательная документация, где установлены ящики для голосования, либо КАИП. Но, безусловно, так, чтобы это не нарушало тайну воли земли. То есть, фактически, да, если у кого-то из представителей партии, да, или у наблюдателей возникают какие-то сомнения в том, что на участке все было чисто и честно, они могут потребовать эту видеозапись, я правильно понимаю? Или как? Более того, есть ряд аккаунтов, предоставленных в том числе партиям, и вот в этом центре, который сейчас показали, общественное наблюдение, которые обладают функцией перемотки изображения. То есть, даже если сообщение есть от наблюдателя, который работает на участке, что вот что-то происходит, но вы не успели заметить это, да, в режиме... Понятно, что их много, да, они меняются, картинки, то можно воспользоваться этой функцией и прямо здесь, если сейчас разрешить эту ситуацию. То есть перемотать, перепроверить, чтобы не было, грубо говоря, так скажем, досужих диалогов, да. Наверное, это был частый такой вопрос, да, почему, в общем, количество зрителей ограничено, да, неужели нельзя было сделать какую-то, так скажем, трансляцию общедоступную, которую, ну, вот хочется мне такой принципиальный 72 часа лупить в этот монитор, ну, вперед. Ну, знаете, это такая палка о двух концах. Все-таки наблюдение на выборах для меня – это наблюдение через нахождение на участке непосредственно, когда ты видишь все, наблюдаешь. Диванные наблюдатели, да, как я их называю, которым просто интересно посмотреть реалити-шоу, ну, это категория, наверное, и это не сама цель избирательного процесса и голосование на выборах. Все-таки это дополнительная возможность вести наблюдение, в том числе через вот такие центры открытые, которые доступны для всех оренбуржцев, кто желает посмотреть онлайн-трансляцию. Вот. Мы бы хотели, конечно, больше ориентироваться на тех наблюдателей, которые обучены, качественно работают на участках. Для нас это больше такая информация, продуктивная, эффективная. Поэтому вот так. Ну и, конечно, нагрузка. Нагрузка на саму систему. Я считаю, что, конечно, три дня обеспечить беспрерывно и три ночи онлайн-трансляцию – это, наверное, большая нагрузка на саму систему. Ну и дорого, в общем, в целом, если говорить честно. Ну и дорого. Конечно, деньги здесь тоже немаловажную роль играют. У нас вот коллеги подсказывают, что осталось меньше двух минут до конца эфира. Я предлагаю еще раз напомнить, что завтра стартует голосование уже в восемь утра. Мы будем выбирать депутатов Государственной Думы и законодательного собрания. Я так понимаю, что всю информацию мы увидим в бюллетенях. То есть, опять, у нас будет четыре, правильно? Да. Четыре бюллетеня, два по федеральной компании, два по региональной. В ряде муниципальных образований проходят муниципальные выборы. Там еще добавятся бюллетени. Но, в общем, компания совмещенная, сложная. Но избирательная система к ней готова. И мы ждем избирательных на избирательных участках завтра уже с восьми утра. То есть, я так думаю, что уже на следующей неделе мы можем собираться в этой студии снова и обсуждать то, как пройдут выборы. Да? Я правильно понимаю? Я думаю, что очень надеюсь на то, что выборы пройдут у нас в таком спокойном режиме, в целях, в интересах наших избирателей прежде всего. Все участковые комиссии, территориальные комиссии заряжены на работу именно во благо избирателей. Я бы хотела, конечно, сказать спасибо всем своим коллегам, которые готовятся к организации голосований и будут его проводить. И пожелать им успехов. Здоровья, конечно. Чтобы выстояли все три дня и провели все успешно. Выстояли, выспались нормально, посчитались нормально, без корвалолов и прочего. Спасибо вам большое, что стали наши гости сегодня. Я напомню, вы смотрели «Обратную связь». Мы работали в прямом эфире. До встречи. До встречи.